Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с вашими проблемами. Ну, во-первых, скажем сразу, что у вашего вопроса есть два аспекта. Первый аспект – это аспект, скажем так, внешний, второй аспект – это внутренний. И вот по внешнему аспекту я бы хотел сказать вам следующее. Понимаете, в чем дело? Изначально ваша причина, по которой вы ездили с коллегой на работу, заключалась в том, что ваш бензин, который вы используете, он дорогой. И вам не по карману эти деньги тратить на бензин. А, соответственно, у вашего коллеги деньги есть, как вы говорите, что у него работает со границей мама, который ему эти деньги выслать. То есть у него более стабильное материальное положение, да, получается. И вы ездили с коллегой на работу не потому, что мы хотели с ним время провести, а потому, что у вас была нужда, у вас была цель. Цель – сэкономить. И вы, в принципе, к этой цели стремились. И в этом ничего плохого нет, в этой цели, на самом деле. Цель – она, ну, цель как цель. Другой момент, что коллега, ваш коллега, воспринимал то, что вы делаете, то, что вы едете с ним, как желание проводить с ним время, скорее всего, и как выращение дружеских каких-то чувств. Дружеских, приятельских, не столь важно. И он считал, что если вы с ним проводите время, то он может на вас положиться. И он обратился к вам как к человеку, которому он проводит время вместе и еще. Он обратился к вам, думая, что вы ему поможете. Он ведь не знал, что бензин для вас дорогой, что вы пользуетесь услугами коллеги только потому, что он не хотите сами тратить деньги на бензин. Он ведь этого не знал, вы ему об этом не сказали. И он думал, что вы просто с ним сближаетесь. А обычно с теми, с кем сближаются, как бы, ну, возникают отношения. И в этих отношениях люди просто просят помощи. И ваш коллега просто попросил вас помощи, ни о чем, по сути, не думая. Вот и все. Поэтому в этом контексте, да, вы преувеличиваете, ибо в этом нет ничего ненормального. В этом нет ничего аномального, и все действительно в порядке. Правда, вопрос именно важный, посредственный вопрос, что вы, может быть, я преувеличиваю все в порядке, не очень понятен, что именно вы преувеличиваете, что именно в порядке, не очень понятно. Но, тем не менее, существует и другой аспект. Это аспект внутренний. А если вы руководствовали своей выгодой, когда ехали, ездили, точнее, на машине коллеги на работу, то почему вы стали руководствоваться внезапно не своей выгодой, а чем-то еще, моральным, например, принципом, и так далее, и так далее, да, когда он попросил вас ему помочь? Вы ему помогли, потому что вы говорите, ну как, я могу им отказать, он же меня помогает. Но, понимаете, вы ему помогли, и в этот момент вы, по сути дела, предали свои интересы. Если вы действуете ради выгоды, это одно, если вы действуете ради человека, это другого. Вам необходимо определиться со своей позицией. Если вы действуете ради выгоды, то вы говорите, нет, прости, там, я не поеду, там, или прости, там, моя мастера сломалась, или кто-то еще. Потому что вы не гротите, если вы действуете ради выгоды, так, как вы действовали изначально. Если вы действуете ради человека, и для человека, то поступили вы правильно. Но тогда получается, что вы сейчас боитесь с ним ездить, потому что знаете, что он вас опять о чем-то попросит. И это нормальность. Это нормальность, что он вас о чем-то может пишет, и другое дело, что вы этого не хотите. И почему вы этого не хотите? Вы не хотите ему помогать. Вы не хотите тратить на него свои ресурсы. Это ваше право. Но тогда не нужно изначально предавать свои интересы. Действуйте ради своей выгоды. И действуйте так. Действуйте в целях экономии, экономия и действуйте так. И соответственно, то, что вы не можете сказать «нет» человеку, когда что-то идет в противовес, противоречие с вашими интересами, вы не можете сказать «нет», да, и через это вы страдаете. И вы не можете сказать «нет». Вот это связано с вашей неуверенностью в себе и с отсутствием четкой позиции. Вот и постарайтесь подумать, какова эта позиция. С чем она связана? Какие у нее характеристики? Выработайте свою позицию, а потом подумайте, что вам мешает ее отстаивать. Позицию я имею в виду. Может быть какие-то страхи, может быть сомнения, может быть что-то еще. Понимаете? Вы не соблюдали свои личные границы, вы не защищали свои интересы здесь и сейчас в этой ситуации. И из-за этого у вас нет вопроса. Если вы будете это делать, если вы будете защищать свои интересы, если вы будете говорить «нет», тогда, когда это идет вразрез с вашими интересами, они у каждого свои. И не будете бояться того, что вам в ответ скажет. А ведь вы говорите «я не могу ему сказать, ну как, он же меня подводит». То есть как бы вы чувствуете вину. Вы чувствуете вину за то, что вот вы отказываете человеку. Вы чувствуете вину за то, что на вас вызвалили ответственность. Так не было ответственности изначально. Это человеку казалось, что она есть, а у вас ее не было. И нужно было просто дальше продвигать свою линию поведения и все. Да, она кому-то может не понравиться, эта линия поведения. Ну и что? Главное, чтобы эта линия поведения устраивала вас. Вот вам с этим нужно определиться. С линией поведения. И тогда можно либо говорить о том, что вы склонны к тому, например, чтобы брать на себя ответственность вообще за все. То есть вот. Вас от зоны попросят, вы не можете отказать. Вы делаете это, то, о чем вас просят, сквозь зубы. Потом, соответственно, отказываетесь с человеком взаимодействовать на признем уровне, потому что не хотите вновь, чтобы вас о чем-то просили. Получается, что вы ставите человека в невидение относительно того, чего вы хотите, относительно своих мотивов. Вы боитесь показать человеку свои мотивы. Вы боитесь выразить свою позицию. Вопрос в том, почему вы не уверены в себе или чего-то опасаетесь. В зависимости от того, какая проблема за этим стоит. Ну, я вам могу предложить определенные рекомендации на этот счет. Значит, вы спрашиваете, не знаете, как завтра себя вести. Смотрите, опять же, если вы желаете с человеком поддерживать отношения только взаимовыгодные, то нужно понимать, чтобы он вас предложил, вот так вот, нужно что-то для него делать. Иначе, ну, в одни ворота человек вряд ли вам будет это делать, вот. Также, нужно понимать, что вполне возможно, что ваш коллега просто считает, что вы ему симпатизируете. И он симпатизирует вам. И если вы не хотите этого, то ездить с ним, естественно, стоит перестать. И да, вы просто-напросто можете сказать ему, что вот, ты знаешь, я как-то чувствую, что он неудобный. Неудобный. Ну, неудобный ездить с собой. То есть вы как бы выстраиваете барьер между собой и человеком. Коллега, и это нормально. Вот этот барьер, который вы выстраиваетесь, он нормален, по сути, сделал. Либо вы понимаете, что человек вам симпатизирует, готовит сады с ним выступать в отношениях, общаетесь с ним. Но, как бы, ваше право. То есть его право вам помогать, его право подводить вас или нет. Кстати говоря, что он теряет, в отличие от вас, в этой ситуации. А вы не правы не помогать ему. Там, фу, в этой ситуации теряется больше. Тут, кстати, неплохо было бы проработать маршрут. То есть, разрешает ли он за вами, да, сколько он тратит бензина из-за того, что вы с ним едете вместе. И сколько вам приходится тратить бензин. Опять же, интересный момент. Оплатил ли он вам эту дорогу, которую вы проезжали или вы ехали за свой счет? А если вы ехали за свой счет, если вы ехали, точнее, за его счет, то в чем тогда проблема вообще непонятна, если вам оплатили бензин. Понимаете? То есть у меня есть четкое ощущение, что вы не определились со своей позицией относительно себя и окружающих. И связаны это с тем, что вы в себе не уверены. Или чего-то боитесь. Вот в этих направлениях я бы рекомендовал вам подумать. Если боитесь, то чего и почему. Если не уверены в себе, то опять же в чем и почему и как это исправить. Все это можно, в принципе, сделать. Все это можно проработать и ваше поведение немножко подкорректировать. Если хотите, конечно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.